Всем привет! Вы на канале А ну-ка давай-ка! Как вы уже знаете, мы с пушистиками отправились в путешествие. И сегодня попробуем провести активный день, чтобы показать вам много чего интересного. Кто чем хочет заняться? Я бы поплавал. А я бы сходила на массаж. Мне кажется, в наш график можно вставить какую-нибудь экскурсию. Экскурсию? Это там, где на картины смотреть? Нет, не обязательно. Ладно, вы пушистики погуляйте, а я пойду узнаю, куда можно съездить. Эй, белка, ты чего туда залезла? Как чего? Это мой новый наблюдательный пункт. Высоко сижу, далеко гляжу. И вон, кстати, в кустах турецкий котик ходит. А нет, а можно минус? Ну что скажут нашим ребятам? Конечно. Сейчас секундочку подождите. А, вспомнил. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Аню, смотри, какую мы красоту нашли. Настоящие древние статуи. Это современная репродукция, но на старый лад. Чё? Ай, ладно. А здесь можно поплавать? А то меня солнышко уже нагрело. Если очень хочется, то можно. Ну как водичка? У меня такое ощущение, что она еще теплее, чем в бассейне. Ань, погружай меня полностью. Ну что, получилось немножко охладиться? Да. Мне, кстати, нырять понравилось. Нужно будет в секцию дайверов записаться. Хвостатики, а что, собственно, происходит? Нам интересно посмотреть, как бабе будут делать массаж. Ха-ха, прикольно. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, классическую расслабляющую программу. Давайте начнем наш сеанс с проработки шейно-воротниковой зоны. Мне кажется, весь этот процесс затянется надолго. Поэтому, чтобы тут не стоять и не мешать, предлагаю разойтись и позаниматься каждому своими делами. Ну что, хорошая идея. Мы тогда в бафе сходим на второй завтрак. Там обычно дают много разных вкусняшек. Хорошо, тогда мы с мелкой покупаем все в бассейне. Ну а мы пойдем в игровую зону. Приходите к нам, как закончите свои дела. Что-то мне подсказывает, что усатики имели в виду именно эту зону игровую. Ну, когда разделялись с остальными пушистиками. Ну да, точно. Вон эти красавчики сидят на аэрохокее. Анют, мы тут уже достаточно давно и уже наигрались. А во что вы играли и кто победил? В аэрохокее мне удалось закинуть первым 10 шайб и победить. Зато в остальных играх уже было посложнее. В боулинге я выбил 5 страйков подряд и набрала огромное количество очков. Как я не старался, мне не удалось догнать юги. Поэтому решил сосредоточиться на финальной битве. А вы еще и в футбол поиграли? Да, я играл за синих, а я не за красных. Пока я разбирался с управлением, он смог забить мне целых 5 отличных голов. Это потому, что мои футболисты более подвижные и активные, чем твои. Ну да, может быть поэтому в нашем состязании сегодня победил Янис. Так, пушистики, а вы чего залезли в эту машинку? Хотите вспомнить, как катались на таких в детстве? Анют, ты же сама сказала, что нам нужен транспорт, чтобы поехать на экскурсию. Да, вот мы и выбрали подходящую модель. Плюс она электрическая, а значит более экологичная. Ой, ну вы и выдумщики, сейчас я вам покажу настоящую машину. Думаю, такой вариант нам подойдет больше. Ха-ха-ха, а вы быстрые. Только я вам показала этот вариант, а вы уже тут как тут. И уже заняли все места. Здесь действительно будет нам комфортней. Лан, каждому практически досталось по персональному креслу. А мне больше всего нравится потолок. Интересный восточный дизайн. Да и неоновая подсветка добавляет праздничного настроения. Ладненько, давайте грузите вещи и отправляемся с путь. Ехать нам, конечно, далековато, но, как говорится, в хорошей компании время бежит незаметно. Мы переместились в промезюточную точку, чтобы размять лапки и посмотреть на что-нибудь интересное. Этим местом оказалась фабрика по изготовлению камня Оникса. Пушистиков только отпусти, и они тут же разбегутся по разным углам. О, Баффюша, ты что, присмотрела себе в замок часики? Не, Анют, я просто решила поближе рассмотреть эти фиолетовые зубы. Держим в строй и дружно садаем. Раз, два, раз, два. Ха-ха, Бусенька, ты что тут устроила? Хе-хе, незапланированная тренировка. Решила показать новые спортивные приемчики для друзей. Смотрите, какой-то мастер вырезал из камня фигурку кролика. А еще сделал много разных животных и людей. Ребята, не забудьте поставить этому выпуску свой лайк. Ну, если, конечно, он вам нравится. Я думаю, этот ролик точно заслуживает лайка. Тем более, сейчас дождемся Баффюшу и Пупсю, и уже поедем в конечную точку. Ну, ради которой и было задумано все это путешествие. Холодя, не меня интригуете. Скорее бы доехать и посмотреть, что же там такое. По-моему, мы уже очень близко, так что готовьтесь выходить. Анют, по-моему, мы не успели. Пока ехали, этот город превратился в развалины. Хе-хе, нет, Мурочка, так и должно быть. Сейчас покажу вам карту, и вы все поймете. Я так понимаю, ты про эту штуку говорила? Да, все верно. Это древний город Иераполь. У нас сегодня в планах сходить в храм Аполлона, театр, поплавать в античном бассейне, ну и, конечно же, посетить травертины. Травертины вам точно понравятся. Что, простите, я вас не расслышала. Говорю, травертины очень классные, и я еще не видел того, кому они бы не понравились. Хм, интересно и очень интригующе. Мы внимательно изучили карту и нашли то место, про которое говорил кот. Ух ты, это что? Снег или соль или что это такое? Думаю, нам стоит подойти поближе и внимательно изучить эту породу. Согласна, хорошая идея. Давайте так и сделаем. Аню, ты только посмотри, какая красота за моей спиной. Вау, вот это да. Значит, это и есть те самые знаменитые травертины, которые были созданы не руками человека, а самой природой. Такого, конечно, я не ожидала. Мы с янью решили времени не терять и самостоятельно протестировать температуру водички. Ну и что скажете? Она здесь даже теплее, чем в наших бассейнах. Может это потому, что люди по ней ходят и своими ногами ее нагревают? Хе-хе-хе, нет. Это место уникально тем, что из-под земли течет сразу очень теплая вода. Мне удалось выяснить, что это за белое вещество, из которого здесь все состоит. Это оказывается кальций. Благодаря насыщению вод кальцием, который много лет впитывался и затвердевал, образовалась такая невероятная красота. Место, конечно, реально удивительное. Я слышала, что некоторые называют его восьмым чудом света. Поэтому я не удивлена, что кто-то из древних царей решил построить здесь город. Кстати, мы же планировали посетить еще пару точек. Да, точно, пойдемте посмотрим до развалины. Петух, кстати, символ этого места. Ходит легенда, что благодаря его кукареканью однажды спасся целый город. Ну, правда, от землетрясений никакое кукареканье не спасет. И из-за них древний город потихоньку превратился в развалины. Но пару объектов все-таки сохранились. Я отниму с таких явлений, бассейн Клеопатры. Пока все гуляли по горе, я пошла и поплавала в этом популярном месте. И вы знаете, мне понравилось. Ведь водичка очень теплая и, как говорят, полезная. Потому что в ней много минералов. А еще она обладает омолаживающей функцией. Последнее утверждение нам сложно проверить. А вот минеральность воды можно почувствовать на вкус. Так что давайте отправимся и наберем бутылочку на пробу. Прикольная тут, кстати, система для набора воды. Нажимаешь на ручку, качаешь и наполняешь только бутылочек, сколько захочешь. А насчет нашего эксперимента я уже попробовала эту водичку. И знаете, мне она очень напомнила обычную минералку, но без газов. Ладненько, пойдемте уже в другое место. Этот мужчина Аполлон, который сидит в своем храме. И, если честно, выглядит все как-то грустновато. А этой постройке повезло намного больше. Ну или римские строители лучше постарались, ведь сохранилась вот такая потрясающая красота. И вы только представьте, какие здесь устраивали классные концерты. А где Мурка? Может она хочет воспользоваться случаем и спеть свою новую песню? Мурка с другими пушистиками пошла в сторону машины, так что и нам пора закругляться. Это хорошо, а то мой животик уже начинает урчать. Я тоже не прочь подкрепиться, поэтому давайте вернемся в отель. А вы чего сюда пришли? Мы заглянули внутрь и увидели кухню, и подумали, что здесь есть еда. Тут, конечно, лизат разные фрукты и овощи, но они, к сожалению, пластмассовые. В следующий раз, значит, будем внимательнее читать указатели и таблички. Это правильно, а то игрушечными фруктами особо не пообедаешь. Бафюш, а ты что, решила освежиться и таким образом принять после продолжительной дороги душ? На улице так жарко, что мне захотелось воспользоваться этим вариантом и хоть немножко охладиться. Понятненько. Ладно, усадики, пойдемте покажу правильную дорогу в ресторан. Надеюсь, сев повар уже успел приготовить что-нибудь вкусненькое. Смотрите, какое разнообразие овощей я нашла. Это просто рай для моего маленького животика. Сегодня я планирую попробовать всего по чуть-чуть. Ну и куда же без десерта. Думаю, маленький кусочек не навредит моей фигуре. Ребята, а какое из этих сладостей скушали бы вы сами? Напишите в комментариях. А я возьму то, что с клубничкой. Яни, ты это тоже видишь? Или это опять мой сон? Не, Юги, это все по-настоящему. Словно мечта на его. Ммм, вот бы такую рыбку, но только поджаренную. Я, не я, не я нашел. Теперь наша задача только не лопнуть. Хо-хо-хо, это даже круче, чем клад с сокровищами. Молодец, Юги. Вы только на него посмотрите. Клубничный кот-малыш нашел огромную гору с клубникой. Хе-хе, давненько меня так не называли. Возможно, даже некоторые ребята и не знают этого кодового имени. Сомневаюсь. Ребята хорошо знают историю канала. Кстати, что это за белое вещество такое? Сметана что ли или какой-то соус? Анют, я продегустировала и могу с уверенностью сказать, что это сливки. Хе-хе, ну ты даешь. Всю мордочку измазала. Не знаю, что это, но мы с Пупси решили попробовать такое блюдо. А на десерт взять кусочек тортика. После вкусного обеда по закону Архибета полагается поспать. Надеюсь, вам понравился этот выпуск и вы поставите свой лайк. Ну а у нас на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!